В районе железнодорожной станции Ухтомская провели рейд по пресечению нарушений. Много ли их выявили и что планируют сделать, чтобы сократить количество погибших на железнодорожных путях, расскажем в нашем сюжете. Никаких шансов, чтобы остаться в живых под колесами поезда на такой скорости нет. Но людей это не останавливает, и они все равно переходят пути в непредназначенных для этого местах, лишь бы не платить за проезд. Вот это место у нас систематически ломается, проламывается. Сейчас работают бригады, сейчас мы будем его восстанавливать. Но в ближайшем будущем данные участки будут огорожены нашим защитным экраном. И думаю, он позволит нам значительно повысить качество жизни ближайших домов у жителей и, соответственно, снизить травматизм на железной дороге. Цена таких рисков – жизнь. Статистика гибели на железнодорожных путях с начала этого года выросла по сравнению с прошлым. Уже 13 человек стали жертвами мнимой экономии. В прошлом году за такой же период пострадало 12 человек. Почему вы так поступаете? Это же опасно находиться в зоне движения поездов. Очень масса травм. А что руководят? Чем руководят? Что все-таки движет вами? Не было билета до сюда. Ну это же копейки какие-то. Для безопасности жителей округа, помимо защитных экранов, вдоль железнодорожных путей планируют установить еще один надземный переход в районе улицы Михельсона. Работы начнут в начале следующего года. Вот на этом перегоне из 13 человек в этом году погибших, 8 именно здесь. Поэтому это мы каким-то образом, я думаю, вот этим переходом сохраним жизнь. А пока на постоянной основе сотрудники железной дороги совместно с администрацией округа проводят рейды и предупреждают нарушителей о рисках.